Здравствуйте, уважаемые блогеры! Сегодня 12 ноября. Такой сегодня подворный день. Посты появляются, рождаются. Так вот, я хочу сразу ответить на все слухи. Много ходят слухов, тут все-таки город небольшой, что только они рассказывают про меня и так далее. Так вот, я хочу сказать, что в России, в Советском Союзе, может быть, удивляться будете, никогда не было политических репрессий. Вот я, бывший сотрудник КГБ, следственные работники, никогда не было политических репрессий. В каком плане? Ну, я хочу рассказать, что было. Скажем, я, по крайней мере, когда служил, все-таки мы общались, разговаривали, пытались выяснить, что и как. Вот, допустим, генерал Гагаренко, что он сделал? Заркафедрой был в одном из военных вузов, «Баллистик» был в конференции и так далее. И вот он выступал, критиковал на конференциях, критиковал КПСС. Ну, бог мой, ну кто не критиковал КПСС? Ну, тогда, ну кто? Ну, вся интеллигенция научная, вся научное звено, оно все держало фигу в кармане почему-то. Ну, проспали реформу, так сказать, своеобразные люди разлагали КПСС. Ну, скажем, вот у нас был хороший мужик, Борис Силович Коноплев, но у него база образовала, у него было технику, строитель какой-то авиационный, да. То же самое наверху там, Мандропова, тоже техникум был. Я бы уже говорил о реформах Косыгина, он пришел в 68-м, седьмом году, чтобы остановить эти реформы. Ну, долго, не буду повторять. Да, ну и что там получилось? Ну, очень просто было. Китарь паркома строчил жалобы в ЦК КПСС, в КГБ строчил жалобы, что и так далее. Ну, дострочился, а у него были натянуты отношения с Григоренко, так сказать, кто-то его посылал на три буквы, ну, и возбудило, и КГБ, так сказать, с подачи, так сказать, ЦК КПСС оперативное дело возбудило, ну, и началось, 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 в итоге выгнали из кафедры, лишили звания, лишили пенсии, в итоге он генерал работал грузчиком, не мог даже найти себе работу, ну, и потом уехал за границу. Ну, вот так вот. То есть, понимаете? То есть, вот, в принципе, так же, как Галич, да? Вот писал он эти песни, так сказать, и дали. Ну, вот, на одно из... День рождения кто-то из трёхов полюберов слышал Галича, ну, и дали отмашку, и в итоге, так сказать, тоже всё. Мужик это, да. То есть, понимаете, как будто эти вот репрессионные вещи, они носят индивидуальный личностный характер. Понимаете? То есть, это всё носило сугубо личностный аспект. Так же, как у меня. Да, вот, что там, слухи всякие ходят? Да, вот, Бессонов, вот, дурак, ненормальный. Да нет. Я конфликтовал с руководством тогда ФСК, и Ельцинский пришёл из-за жилья, из-за квартиры. Понимаете? То есть, ну, кто тогда фигу не держал в отношении этого Ельцина и так далее, там, этих реформ либеральных, да, всё, всё КГБ стояло на ушах. Меня просто обошли в квартире, вместо меня дали, там, одному, так сказать, чеченцу, и так далее. Ну, там он ещё тоже кое-что поустраивал, и так далее. Я начал возмущаться, писать жалобы, и в итоге пошло, пошло, пошёл тот ком. Мне припомнили всё, и критику Ельцина, и так далее, завели дело, положили в психушку, я начал писать прокурору, что, так сказать, незаконно вот меня, так сказать, лишают, что квартиры раздают, там, родственники и так далее. В итоге сюда дело отправили, уже, так сказать, и всё, началось всё, так сказать. Снова не работу нигде не можешь устроить, не найти ничего. То есть, вот, 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 вот это носит, вот каждый случай, он носит такой индивидуальный характер, понимаете? Он, так сказать, не, не носит такой какой-то особо политический характер и так далее. А, понимаете, а вот, когда приезжаешь из столицы в провинцию, первое ощущение, ощущение шока. Вот, я приехал сюда, я хочу сказать, я думал, Бог мой, ну как я буду здесь жить? Я прихожу, в МВД, генерал какой-то был, я ему рассказывал, что вот так и так, ругался, что в девяносто первом году ждал Ельцина. Я смотрел на меня, как на сумасшедшего, понимаете? То есть, я понимаю, что мы живём совершенно в разных мирах, что для него там, вы как можете, вы же служите Ельцину. Я так думаю, что Бог мой, ну, куда я попал? Вот, первое, ну да, это, к сожалению, многие декабристы, когда приезжали в провинцию, тоже их не воспринимали, так сказать, хотя там всё сложнее было. Но, к сожалению, вот так вот сложилась жизнь, вот так вот всё это происходило. Я бы мог, да, просто ко мне приезжали сюда, и там, не будем говорить кто, пожалуйста, только дай согласен, там, женись там на каком-то, и всё дадут, и вернут, и всё, и... Ну, понимаете, ну, у меня совершенно другие были побывительные мотивы. Мне казалось, вот-вот сейчас режим этот Евцинский падёт. Ну, конечно, я, может, всего и не знал, так сказать, и, так сказать, ну, был в одной атмосфере. Тогда военные, например, поднимали головы. Патриотическое движение. Ну, я многому ничего не понимал. Ну, не то, что не понимал, просто своеобразно понимал с позиции. Мне казалось, вот-вот сейчас, вот-вот, пойдёт режим, а дальше будут, ну, формировать новое правительство, есть возможность. Я начал заниматься партиями, пошёл в Советский блок офицеров СССР. Мне там предложили. Сюда я приехал, чтобы избираться. Ну, к сожалению, пролетел и так далее как. Ну, то есть, я хочу сказать, что, понимаете, люди, вот, обыватели, они живут в своём мире, они многих вообще не понимают и не знают. Для них, там, об этом. Вот я вот судьи мне разговариваю, они говорят, да вы что, его там из ФСБ выгнали и так далее. Да бог мой, вы... Неужели вы думаете, что кто-то держался в те девяностые годы за это ФСБ там и так далее. То есть, для них это вот какой-то предмет желания, так, да никто не держал. Все убегали оттуда, все уходили, потому что ничего не платили. Началась эта война в Чечне, понимаете. Кто туда поедет? Я пойду туда служить. Это геноцид. Что там вытворяли? Вы же 120 тысяч только убитых там. Федерационных. Я что, буду граждан, что ли, там, убивать и так далее. Вы что, с ума посходили, что ли? Я что-таки, так сказать, ну, немножко из другой системы, немножко другого склада у меня. Я не могу бить граждан на допросах и так далее. Ну, не потому что. Ну, я могу без этого обходиться, так сказать. У меня совершенно другие возможности, знания и так далее. А для них это все какой-то предмет, понимаете. Какого-то, чего-то. Ну, то есть, мы жили в разных мирах, в разных мироощущениях, в разных полярностях, понимаете. И я, ну, вот такая судьба. Вот так вот получилось. Я приехал, думал, ну, вот сейчас-то все кончится, я изберусь, поеду в государственной думы и так далее. Ну, к сожалению, не получилось. Ну, вот не получилось, понимаете. А эти люди, они жили в своем мире, жили уже здесь. Для них это, так сказать, местная эта элита. Я на нее посмотрел, так сказать, их дети и так далее. Я там тех детей, так сказать, воспринимал. Мне и так без всяких детей все давали, понимаете. Мне все, вот я сейчас смотрю, мне все открывали в той системе, которая была в СССР, где, в общем, ну, конечно, было какое-то было, но, в принципе, это тоже было. Мне открывали, мне ничего не надо было просить. Мне прибегали, со мной предлагали все. Хочешь это, хочешь это, мы дадим это. Иди, только иди. Понимаете, я, может быть, не то, что не ценил это, но мне казалось, что это само собой естественно, что мне ничего не надо объяснять, почему, потому что, ну, вот у меня все написано, все и так далее. Что я вам буду объяснять, и вы все равно ничего не понимаете. Но, к сожалению, люди живут в другой мировоззрении, формировались в другой атмосфере, в атмосфере местной, интеллигенции местной, либеральной, которая, я приехал как сумасшедший, пересказывал эти идеи Фридмана, это местьянство, все эти, потом эти все либеральные идеи, я его пересказывал, и я понимал, что, ну, может быть, действительно, так сказать, потом смеялись со мной, что я так себя веду, но почитайте формальную логику Аристотеля, и будете так же себя вести, и азианизм, почитайте, что такое азианизм, и будете так же вести себя, как Виктор, или Массолин, с приемами, чего-то такого особенного нет, ну, то есть, понимаете, поэтому я хочу сказать, вот для чего я так говорю, для того, чтобы вы поняли, что все-таки человек должен в нормальных курсах учиться, и лучше в столице, чтобы все-таки он, у него какой-то кругозор был, и так далее, понимаете, вот у нас, допустим, в СССР, мы выпили последний, пожалуйста, призыв, но у нас было, после нас, конечно, шли плотные, там уже, там уже просто клейма не было, нигде ставить, процентов 90, просто они бы, ну, мягко говоря, не тянут они, так сказать, в этом плане, а мы все-таки, мы были как-то, пошли через армию, как-то чем-то выделялись, то есть, процентов 10 было плотных, а остальные были, так сказать, ну, нормальные люди, которые, какой-то прилагали, какие-то усилия для того, чтобы куда-то попасть, что-то сдавали, кто-то, так сказать, кто-то не с первого раза сдал, то есть, ну, это нормальный процесс, естественно, ну, и потом, прилагая усилия, я не буду работать на 100 долларов, и еще ехать в Чечню с этим, так сказать, да наплевать, как это называется, как бы, вон там, когда формировал Ельцин, охрану его, коржаков капитана, он тут же генералом стал, туда брали даже судимости, им брали, там год за полтора давали, год за два там, только идите к нам туда, и так далее, ну, тут никто же не шел, ну, все бежали оттуда, ну, что вы, вы живете, так сказать, в каком-то заколдованном мире, у вас это восприятие, все это, мне совершенно непонятно, понимаете, ну, вот, ну, к сожалению, всем же это не будешь объяснить, понимаете, ну, вот, вот такая ситуация, вот так вот все происходит, поэтому, ну, что вот, ну, такая страна, вот такие годы вышла мне жить, а то офицерство, да, в семнадцатом году, то же самое же, многие уже уходили, многие, так сказать, устраивались кто где угодно, выпускники царской академии, чернота генерал уже, прекрасный фильм, по Булгакову, по повестям Булгакова снят, ходил в кольцонок по Парижу, все люди смеялись, ну, он был выпускник нормальной царской академии, так, знал языки, так сказать, и он учился, да, он тебя так вел, почему, потому что он нормальный офицер был, мог морду дать, мог бабу зажать там, ну, что-то, и так далее, так и здесь, я тоже нормальный выпускник, нормальный, так сказать, у меня нормальная была профессура, и так далее, не я все это развалило, понимаете, не я приводил туда всяких толиков, хоряев, там, с МВД придурков, ну, Дьяков был, прекрасный был, мы с ним общались, я помню, у нас не было какой армии, раз, еще раз говорят, вот армия, армия, КГБ, КГБ, говорят, да не было у нас вообще никакой армии, мы себя вели там, говорили все, так сказать, и кого только не поливали, и Горбачева, и так далее, да, у нас не было никуда, в строю стояли мы так, чисто формально в стране, это потом уже началось там, так сказать, ну, все пошли армию, что там в строю, ну, вперед поставишь, то формы, сзади джинсы сверху, китель наденешь, заскочишь там, постоишь, надо на дежурство уйти, бросил, ушел на лекции, так сказать, где-то подменился, ну, то есть, у нас в атмосферу, квартиры давались, атмосфера была какая-то, понимаете, ну, доброжелательная, что ли, то есть, ругались с кем хотели, то есть, ну, потом началось, вот, Толя пришел, этот мерзавец, и так далее, потом началась уже просто какая-то армия, совершенно дурацкая, понимаете, ну, так нельзя себя вести, если хотите, пожалуйста, тогда вы уничтожите весь, офицерский корпус, тогда вы уничтожите, будут у вас там, пацаны, послушные, они будут послушные, ну, если вы хотите, офицерский корпус, вы должны, так сказать, тогда, в общем-то, относиться соответствующим образом к ним, понимаете, в чем проблема, но не хотите, я себе найду место, видно, что я как-то адаптирован, потому что, ну, ну, а кто от этого вышел, так что, кто от этого проиграл, вы посмотрите, вам же сегодня нечего назначать, начальников отделов, начальников управления некому назначать, посмотрите, кого назначать, никто ничего не пишет, дебилы просто, мягко говоря, хотите, ну, пожалуйста, давайте, еще пару лет, все доведете сюда ручки, ни следствия нет, ни оперативной работы нет, ничего нет, как, ничего нет абсолютно, пожалуйста, я что, я, это вы хотели, я ушел, хлопнул дверью, послал всех нафиг, потому что, ну, я не буду в такой атмосфере служить, такое отношение, когда ни квартира не дает, ничего, ничего, да, я буду ругаться, из-за квартиры, из-за жилья, из-за зарплаты, из-за всего, почему, мне никто ничего не дает, понимаете, правильно у них дети, папы, мамы там, и все, все, мне все приходится самому требовать, что я, что-то лишнее требовал, что ли, нет, все, что положено, вы не хотите, ну, не надо, а я как-то переживу, ну, вот и все, ну, и то в итоге, что у вас есть система безопасности, что у вас есть полиция, армия, что у вас есть система коррупции, и дальше все задушат окончательно, поэтому такая ситуация, поэтому что вы так сказать, такие были времена, времена хаоса, революции, социальных потрясений, а вы что хотите, спасибо вашу, Бессонов Алексей Борисович.